Жители Тувы встретят Новый год по буддийскому календарю 16 февраля в 3 часа 40 минут утра. Огненный петух уступает место спокойной, уравновешенной желтой земляной собаке. Знак подчиненной земле должен принести мир и согласие, добро и оптимизм, плодовитость и благоденствие. Все плохое нужно оставить в уходящем году. Желательно молиться, повторять про себя, что в следующем году стану лучше. Ведь главное – это душа и ум человека, поэтому встречать Новый год нужно с чистыми помыслами, чистой одеждой и домом. В целом год будет урожайным и для людей он будет хорошим. В прошлом году очень много молодых людей ко мне обращались с вопросом, можно ли проводить свадьбы в год собаки. Так собака – самое верное существо на земле, так год преданности нельзя жениться. Не стоит забывать о верности собак. Так в этом году нужно задуматься над семейными ценностями, в частности преданностью, говорит Артыш Башки. И, конечно же, людям нужно бережно относиться к хозяйке года – собаке, говорят ламы. В этот год нужно помнить, что собака всегда есть и остается самым другом, охранником и верным помощником человека. Поэтому нужно их беречь. Это относится не только к символу Нового года, но и ко всем домашним животным. Напомним, что в ночь накануне прихода Шага в буддийских храмах Тувы будут проходить традиционные праздничные молебны. Ранним утром на горе Даге в подместе Кызыла совершается обряд Сан Салыры. Не каждый может попасть на молебную города Ге, тем более в холод. Так что можно на улице или в ограде приготовить все, что нужно для обряда. И ранним утром в час тигра, то есть от 3 часов 40 минут до 5 часов 40 минут, можно совершить обряд Сан Салыры. Для этого не обязательно приглашай кого-то. Можно все сделать самим. Напомним, что согласно предоставленной Тувинским управлением Камбы-Ламы информации, на территории региона поджелтой земляной собаки с девятью красными менги наступит в ночь с 15 на 16 февраля 2018 года. Таким образом, в этом году жители республики будут отдыхать с 16 по 18 февраля включительно. Субтитры создавал DimaTorzok